С вами вечерний Политпросвет. Сегодня внеочередной и вне тематический выпуск. Дело в том, что сейчас октябрь, самое его начало, а 3-4 октября в 1993 году произошли известные события в Москве, около здания парламента, около телебашни Останкино и во многих других местах, которые сейчас известны как Черный Октябрь, Ельцинский путь 1993 года и так далее. Я специально не стал превращивать выпуск к 3-му или 4-му октября, потому что ненавижу любые годовщины. Тем более годовщину событий 1993 года. Дело в том, что мы живем в России, которая является прямой наследницей тех самых событий. А значит годовщина у нас, простите за тавтологию, буквально круглый год. Говорить об этом можно буквально в любой день. И не только можно, но и обязательно нужно. И вот что я, собственно, хотел бы сказать. Много уже было сказано по этому поводу и написано. Людьми куда более осведомленными, чем я. Людьми куда более проницательными. Все-таки кое-что есть добавить. Во-первых, забывать об этом нельзя и вспоминать нужно как можно чаще, извлекая уроки из этих событий. Вспоминать об этом нужно для того, чтобы хотя бы в голове постоянно визуализировать, кто это сделал со страной. И помнить их поименно. Ну и в-третьих. В-третьих обычно говорят о событиях 21 сентября, 4 октября 1993 года. Иногда уходит в декабрь 1992, но началось-то все гораздо раньше. Вот именно в таком историческом ключе я хотел бы поговорить об этом именно что историческом событии. Когда, фактически, история нашей страны пошла по нескольку иному пути, чем могла бы. Что насправедливо это называется контрреволюционным переворотом. Это и был контрреволюционный переворот. Но это не была контрреволюция. Контрреволюция, ползучая, медленная, подспудная, началась еще при Хрущеве. В ходе 20-го съезда Коммунистической партии Советского Союза. И потом она была продолжена. Уже в экономическом ключе. Начало-то было, конечно, идеологическое. С так называемого секретного доклада Хрущева о развенчании культа личности Сталина начатое. Начали это с культа личности. А закончили ровно тем, что в текст устава партии, а это, прошу прощения, не какие-то частные замечания, даже пускай такого важного человека, как генеральный секретарь, в текст устава партии было прямо внесено то, что у нас больше нет никакой классовой борьбы, что у нас построено общенародное государство. Я до сих пор не знаю. И вряд ли когда-нибудь стопроцентно это удастся выяснить. Это была прямая диверсия или это была благоглупость Хрущева и его окружения. Потому что государство не может быть общенародным. Государство – это аппарат насилия в руках правящего класса, каким бы этот класс ни был. Паралитарское государство – это аппарат насилия и подавления в руках господствующего класса паралитариата, рабочего класса, если быть совсем точным. Пролетарии – это большинство народа, но это не весь народ. Как только мы говорим «народное государство», мы говорим что-то вроде «квадратный круг» или иной оксюморон, который вы сможете придумать, это будет равносильно. И вот у нас в уставе партии, который все коммунисты обязаны были разделять, появляются слова об общенародном государстве и постулат о прекращении классовой борьбы, которая якобы оказалась выиграна. Вот ровно с этого момента нужно брать отсчёт начала ползучей контрреволюции в России. Естественно, в горячей фазе всё это началось уже при Горбачёве, потому что к середине второй половины 80-х годов экономика, основа страны, хлебнуло горе после знаменитых, печально знаменитых реформ Косыгина-Либермана. Дело в том, что введение понятия рентабельности внутри социалистического, а по факту коммунистического производства в первой его фазе, устранило саму коммунистичность этого производства. Потому что рентабельным производство может быть только при наличии настоящих, в буржуазном смысле, денег и господства закона стоимости. Там, где появляется закон стоимости, там неизбежно рано или поздно появляются капитализмы. И вот к 80-м годам подспудные процессы капитализации экономики набрали такую силу, что уже даже общественное бытие не вязалось с постулатами, которые пытались транслировать в общественное сознание при помощи средств массовой информации, книг, журналов, публичных выступлений. Выберите нужное. Ну, а народ, как я уже неоднократно говорил, вот ровно из-за этого стола, прощает очень много и очень долго. Народ не прощает только вранья. Как только народ начинает понимать, что ему врут или хотя бы не всё рассказывают, так, как ему кажется нужным, народ начинает звереть. А вот буквально вслед за этим он отказывается поддерживать существующую власть, которая теряет самое главное – легитимность в глазах большинства населения. И вот у нас перестройка явилась сопутствующим фактором с этой самой проклятой русской вилкой, когда власть едет в одну сторону, рассказывая народу нечто третье, а народ едет в другую сторону, показывая власти известный орган. Не буду говорить, какой. Перестройка окончательно угробила экономику, потому что худо-бедно, а очень мощный социалистический кластер в экономике присутствовал. И он, собственно говоря, был основополагающим. Но усилиями команды Горбачёва и, собственно, той команды, которая выдвинула эту говорящую голову с пятнышком на лысине, она экономику угробила окончательно. Причём эта акция, вот эта-то конкретно акция была чётко спланирована, потому что дефицит, который накрыл буквально всю страну, был искусственным дефицитом. Да, у нас, конечно, система распределения к 80-м годам всё было не шибко здорово, но никогда не было такого, чтобы нужно было вводить карточки. Собственно, зачем? Товары, в том числе товары долгого хранения, просто приберегались на запасных путях железнодорожных, пароходы, теплоходы не разгружались, и всё отпускалось через так называемые кооперативы, когда у нас началась либерализация экономики, как вы помните, в 88-м году. Собственно, 88-й год – это и был последний год советской экономики, а значит, и Советского Союза. Ровно тогда же началась постепенная реформа по конвертации рубля. То есть рубль стал международной валютой в полном смысле слова. То есть деньгами. До того рубль был казначейским обязательством. Он не был деньгами. Он был свидетельством учёта трудового вклада отдельного человека или рабочего коллектива в общее советское хозяйство. Он был эквивалентом обмена. Но он не был товаром этот самый рубль. Он не был деньгами. Потому что деньги – это тоже товар, как мы знаем. Товар с абсолютной ликвидностью, который поступает на рынок и потребление через обмен на другие товары с меньшей ликвидностью. Так вот, хотя товарная форма обращения у нас сохранялась, и денежная форма расчёта сохранялась, это была всего лишь форма. Рубль, самое главное, не был валютой. И вот наш рубль из казначейского обязательства Государственного банка Советского Союза превращается в деньги в полном смысле слова и начинает котироваться на внутренних и международных биржах, будучи полностью подвержен всем абсолютно колебаниям рынка, как нашего отечественного, так и мирового. На этом Советский Союз фактически кончился. Как Советский Союз? Дальше последовало известное событие, все мы их помним, которое закончилось в 1991 году, когда, несмотря на референдум, являющийся высшим органом выражения воли народа, единственного источника закона в стране, было наплёвано и растёрто. Народ ясно, большинством голосов, подавляющим большинством голосов, при невиданной явке на тот самый референдум высказался за сохранение Советского Союза. Но три дегенерата-алкаша собрались в Беловежской пуще за рюмочкой и подписали указ о разделе Советского Союза на суверенной республике. Я, конечно, не говорю, что это была абсолютная вина этих трёх алкашей. Делали это, разумеется, не они. Делали это очень массивные, хорошо организованные и скоординированные на международном уровне группы привластной элиты, так называемые. Вот они этим были заняты в первую очередь, опираясь на огромные капиталы, накопленные цеховиками, организованные преступностью, собранные на спекуляциях, которые были спровоцированы теми самыми кризисными явлениями и дефицитом. Вот эти капиталы и стали основой, на которых можно было разделить некогда единое и могучее государство. Вы его разделили. Реформы, как мы понимаем, это очень нетрудно догадаться и проверить, были строго буржуазными. У нас был социалистический, хотя всё больше по названию, Советский Союз, а стала буржуазная Российская Федерация, три буржуазные Прибалтийские республики, буржуазная Белоруссия, буржуазная Украина, буржуазная Казахстан и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И везде немедленно начали править собственные элитки. И все эти элитки вступили друг с другом в непримиримый конфликт на тему того, кто же конкретно будет руководить, а значит, и доить собственные страны. Мы сейчас про Российскую Федерацию. Не беря во внимание пока чудовищные события, которые произошли в наших недавно братских республиках, пока поговорим про собственные чудовищные события. Вот в 91-м году, вот тогда, когда Ельцин забрался на танк, а совершенно лишившаяся ума толпа скандировала «С нами Ельцин и Кобец! Хунти настаёт!» Вот именно тогда события 93-го года стали неизбежностью, потому что кто будет делить страну? Желающих было очень много. Вместе с Ельцином стояли будущие герои обороны Белого дома. Руслан Емранович Хасбулатов, генерал Александр Рудской, многие-многие другие. Они все были сторонниками разделения Советского Союза, проведения либеральных реформ, капитализации экономики и демократизации внутренней политики. Ну, а также встраивание в нормальный международный рынок, в нормальное международное сообщество, в дружбе с нашими партнёрами по опасному международному процессу. Я, конечно, в первую очередь блок НАТО имею в виду. Вот все они были не против. Против были только конкретные люди, которые думали, кто же, собственно, будет руководить вот таким жирным куском, который остался нам от Советского Союза. А кусок-то был не просто жирный. Вы вдумайтесь, это вторая по мощности экономика в мире после Соединённых Штатов. Богатства накопленные. Невероятны. Мы их до сих пор прожрать и растворить окончательно не можем. Запас прочности чудовищный и гигантское население, которое поголовно образовано и является неисчерпаемым источником рабочего ресурса. Ну, как тогда казалось неисчерпаемым. И вот за это стоило вступить в схватку. А дальше у нас образовались две ветви власти. Дело в том, что Конституция 1978 года с поправками 91-92 года это всё-таки была ещё во многом Советская Конституция, которая постулировала то, что высшим органом власти в стране, высшим выразителем воли народа является Верховный Совет. Совет народных депутатов. И вот у нас остался Верховный Совет по названию, конечно. В реальности это уже с президентства Горбачёва, нашего первого и последнего президента Советского Союза. Не какой-то был не Верховный Совет, это был обычный буржуазный парламент с кучей конкурирующих внутри себя партий. И вот этот парламент оказался самым главным органом власти в стране. С чётким обозначением этого в Конституции. Ну и одновременно вслед за Горбачёвым был избран президент Ельцин Борис Николаевич. Как раз один из трёх алкоголиков, которые подписали знаковые бумаги в Беловежской пуще. Этот алкоголик многим представляется каким-то очень недужным, тупым, бухающим дедушкой с подступающей деменцией, а может уже и подступившей. Я предостерегу вас от таких скоропалительных выводов. Они к политикам такого уровня очень редко применимы, даже если на лице явные следы алкогольного страдания. Дело в том, что Ельцин это был очень умный, крайне жестокий и жёсткий человек. И человек, мастерски владеющий подковёрной интригой. Да, он был дерьмовым руководителем страны, в этом нет никаких сомнений. Но вот в смысле того, как с кем разрулить вопросы, как кого стравить лбами под тем самым ковром, вот в этом он разбирался, как очень мало кто в нашей стране. Поверьте мне, я проанализировал массу источников по этому поводу. Так вот, Ельцин, вступив в должность президента, клялся на конституции. А в конституции есть такая глава, 13-я, 13-я и 13-я часть 1-я. Итак, зачитаю цитату из той самой конституции, что имел право делать Верховный Совет и чем он являлся. Как я и говорил, в статье 104. Высшим органом государственной власти Российской Федерации является Съезд народных депутатов. Съезд народных депутатов правомочен принять к своему рассмотрению решить любой вопрос, отнесенный к ведению Российской Федерации. Ну и далее идет утверждение Генерального прокурора, Председателя Верховного Суда, Председателя Высшего Арбитражного Суда, Конституционного Суда Российской Федерации и пункт 13-й. Принятие решения об отрешении от должности президента Российской Федерации. Ну, дальше разъясняются права и обязанности, правовое положение президента Российской Федерации. Так вот, президент, принимая присягу, клялся на этой самой Конституции, как ее гарант, что будет ее соблюдать, как самый главный священный закон страны и защищать ее. На то он и гарант, как вы понимаете. Вот это яркая иллюстрация того, что такое закон. Даже такой важный, священный, каким является Конституция. А закон это всего лишь воля господствующего класса, возведенная в ранг обязательного. И это, кстати говоря, очень хорошая иллюстрация того, что такое государство. Когда я говорю, что государство это инструмент насилия и подавления в руках господствующего класса, я совершенно не сучу, и вот мы сейчас увидим, как оно диктует свою волю, подавляет несогласно со своей волей. Потому что это самая Конституция. Казалось бы, ее может изменить глобально только референдум, так по закону положено. Поправки внести может только Верховный Совет, считай парламент. Но оказалось, что можно не просто внести поправки, а вообще приостановить действия высшего закона Российской Федерации, вообще ни у кого не спросившись. Более того, вопреки прямой воле народа и, что важно, высшего органа власти в стране, Верховного Совета, он же парламент. Ну, потому что, как я и говорил, государство – это всегда диктатура. Пока есть государство, диктатура будет иметь место. Почему? Да потому что законы устанавливает господствующий класс через своих представителей. А значит, любой закон может быть изменен в любую секунду так, как это выгодно господствующему классу. Господствующим классом у нас стала буржуазия. С 1991 года вполне официально идеология стала буржуазная, средства массовой информации, это одна, вроде как, независимая в власти, тоже стали буржуазными. Это очень важно, кстати, по поводу средств массовой информации. Но это Верховный Совет, между прочим, это тоже был буржуазный парламент, там тоже были свои буржуи, которые боролись за власть. С одной стороны, с другой стороны, туда по инерции, огромной советской инерции, которая не преодолена еще до сих пор, слава Богу, туда избрались нормальные люди, формировать ее законы на справедливой основе. Тогда все были крепко поражены идеализмом головного мозга, может быть, не все, но большинство точно, и думали, что, находясь внутри той самой новой буржуазной власти, можно улучшить, изменить ее изнутри, а, возможно, и снова превратить в советскую. Таких людей было много, вполне искренних людей. Ну, и, конечно, разнообразная примазавшаяся к ним националистическая мразь наподобие русского национального единства господина Баркашова и тому подобной организации. Потому, что, где буржуазия, там и национализм, это такой же закон, как закон всемирного тяготения, черт возьми. В 92-м году, как мы помним, стартовали в горячей фазе экономические реформы, вот та самая знаменитая шоковая терапия, разнообразные инициативы типа 500 дней Явлинского, есть комплекс законов, принятый Егором Тимуровичем Гайдаром, разработанными молодыми, юными и талантливыми реформаторами, наподобие всеми горячо любимого Толика Чубайса и ему подобных. К чему это привело? Так за год более 300% инфляции. Фактически все банковские накопления на сберегательных кассах были украдены, сожраны и прибраны к правильным рукам. Естественно, вот та самая организованная преступность, которая была в Советском Союзе придавлена, где-то вот так на уровне Плинтуса существует, вдруг оказалось, что это организованная политическая сила, у которой есть собственно сила, деньги, организация и власть вполне конкретная. Она немедленно стала сращиваться с настоящей не теневой, белой, так сказать, властью. Преступность это, кто не помнит, 90-е годы был не просто бич, это такая была рутина жизни, потому что кто жил в больших городах, да и не только в больших, слышал выстрелы, а может быть даже видел эти самые выстрелы, слышал, как взрывают машины, каждый день читал об этом в газетах. Слова братва, разборка, крыша, браток, рэкетир, а также замечательные парни в красивых бордовых пиджаках, это стало обыденное явление совершенно. Ну и как-то так вдруг оказалось, что люди работают, что-то такое экономика наша производит, а зарплаты вдруг перестают платить, а если их платят, так через месяц эти самые зарплаты уже ни черта не стоят, да, конечно, немедленно у нас вдруг началось продолжающееся до сих пор товарное изобилие, только купить стало ничего нельзя. Это всё была заслуга реформаторов, которые концентрировались в банде, которую возглавлял Борис Николаевич Ельцин. Естественно, это очень сильно не нравилось приличным людям в Верховном Совете, а также не совсем приличным людям. Возможно, просто людям не очень образованным и не шибко умным, тем самым, которые в 91-м году помогали Ельцину прийти к власти. И думаю, что настоящим буржуазным мерзавцам, которые хотели на горбу того самого Верховного Совета прийти к власти вместо Ельцина. Но за Ельцином стояли очень конкретные силы. Это были те самые силы, которые были непосредственно заинтересованы в переделе собственности бывшего Советского Союза. И они деньгами Ельцина кормили очень сильно. Кормили они его международными связями, потому что все дальнейшее это совсем далеко не только наша внутренняя заслуга. Это еще и очень горячее участие иностранных спецслужб, напрямую иностранных правительств, эмигрантских, фашистских организаций наподобие Народно-Трудового Союза, теснейшим образом афилированных с Центральным Развредительным Управлением и кабинетом Джеймса Бонда в Англии. А также СМИ. Большие деньги к тому времени за два года успели купить, если не все, то уж точно 90% основных СМИ, газет и уже, наверное, все телевидение, а заодно и радио, а заодно и наших замечательных представителей творческой интеллигенции, всеми любимых, которые постоянно светились в этих самых СМИ. Оказалось, вдруг, что ты хороший клоун и кривляк, а значит, несомненно, разбираешься в политике и экономике. Ну, точно. Просто потому, что тебя люди слушают. И вот в 92-м году начинается жестокое противостояние Верховного Совета и президента, точнее, банды, которые выдавал наверх президента нашего дорогого Бориса Николаевича, которому теперь он музеи за народные деньги строит. Егор Тимурович Гайдар, который был председателем правительства, в 92-м году не прошел утверждения в Верховном Совете. Пришлось его смещать. Ельцин был страшно недоволен, потому что Гайдар это была не просто его креатура, это был верный человек, который говорил ровно то, что нужно, и организовывал ровно те процессы, которые нужны. Но, тем не менее, пришлось его смещать. Ельцин был страшно мстительный человек, он, конечно, запомнил и, конечно, затаил зло. Это случилось 9-го декабря, после открытия Съезда Народных Депутатов номер 7. Начинаются тогда же в декабре переговоры между президентом Ельцином и председателем Верховного Совета Русланом Раночем Казбулатом. Представляете, до чего дошло? Переговоры между двумя ветвями власти, законодательный и исполнительный. Это говорил ровно об одном, что все скоро полыхнет. Мне в 92-м году было 15 лет, я был достаточно взрослый, чтобы очень хорошо помнить все, что происходило тогда. А в марте 93-го года, если быть точным, 12-го марта открывается 8-й съезд народных депутатов. И там принимается известное постановление номер 46-26-1 о мерах по осуществлению конституционной реформы Российской Федерации, которая фактически отменяла постановление 8-го съезда о стабилизации конституционного строя Российской Федерации. Ну, я, естественно, имею в виду, что это Ельцин данное постановление номер 46-26-1 издал. Но 20-го марта Ельцин обращается к народу. Мы помним, что он там говорит, что он приостанавливает действия Конституции, на что не было вообще никаких полномочий, и вводит, цитирую, особый порядок управления страной. Кстати, это была очень тонкая игра, потому что Ельцин вот так по телевизору высказался, а никакого указа не издал фактически. Естественно, в Верховном Совете люди-то взвелись, потому что были далеко не так прошарены подковёртных интригой, как Борис Николаевич и его советники. Началась подготовка процедуры импичмента, вполне законного, между прочим, но тут буквально через несколько дней непосредственно перед голосованием по импичменту выходит тот самый указ Ельцина, только он как-то очень сильно отредактирован, и в нём вовсе нету таких грубых нарушений Конституции, какие были постулированы в телевизионном обращении, то есть даже не очень понятно, а что это сейчас было. Это теперь, спустя столько лет демократии, мы к такому привыкли, когда гарант или ещё какое-нибудь важное должностное лицо, говорит одно, потом выходит указ со всем другим содержанием, а исполняют его совершенно третьим образом. Тогда это было первый раз, никто просто не мог понять, что происходит. И голосование по импичменту фактически сорвалось, Ельцин остался президентом Российской Федерации, вполне законным, просто потому, что так получилось, положенных для импичмента двух третей голосов за набрать не вышло, из-за вовремя вброшенного этого самого текста указа. А 25 апреля прошёл референдум. Кто постарше хорошо помнит ту самую знаменитую формулу ответов на 4 вопроса «Да-да», «Нет-да». Первый вопрос это «Доверяете ли вы президенту Российской Федерации?» Второй «Одобряете ли вы социально-экономическую политику, осуществляемую президентом Российской Федерации и правительством?» Третье «Считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов президента Российской Федерации и считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов народных депутатов Российской Федерации?» Ну, понятно. Первые два «Да», третье «Нет». То есть, досрочные выборы президента не нужны. И четвёртое «Да», досрочные выборы Депутатов нужны обязательно Ну, тут так получилось, что проголосовало всего на этом референдуме всего 64% избирателей Все они прошли с очень небольшим перевесом по той самой формуле Да-да, нет, да И это, конечно, был серьезный мяч на стороне поля президента Но тут же начались демонстрации Потому что у Верховного Совета оказалась масса сторонников Вот Первомайская демонстрация в Москве Это было нечто такое, запоминающееся, прямо скажем Да и в Питере, кстати говоря, в моем родном тоже были демонстрации не самые малочисленные Но в Москве это было нечто такое Что вот когда у нас сейчас говорят про выражение воли народа на митингах Выражение воли народа на демонстрациях Вот тогда посмотрите видеозаписи на Ютубе Что такое по-настоящему массовое народное выступление Когда в Москве по некоторым улицам не то, чтобы проехать, пройти было нельзя Когда не жалкие 10, 20, 30 тысяч человек Которые сейчас водят на улицу те или иные партии Пинками загоняя на митинги демонстрации бюджетников Нет, тогда люди вышли сами Сотни тысяч человек Сотни тысяч Ну, против них применили ОМОН со спецсредствами Демонстрации разогнали жесточайшим образом Были жертвы, опять же была метка нового времени После этого Верховный Совет предложил Отстранить от должности министра внутренних дел Подонка Ерина Ельцин отказался И 20 мая заявляет Ельцин о СОЗОВе Или как правильно по-русски СОЗОВе А вот по-ихнему правильно СОЗОВе О СОЗОВе конституционного совещания Вот и это конституционное совещание К первому сентября 1993 года Результировалось приказом Указом 1328 Когда Ельцин отстранил от исполнения обязанностей Вице-президента Александра Рудского И вот тут-то был, прямо скажем, серьезный юридический казус Потому что к назначению Рудского вице-президентом Ельцин не имел вообще никакого касательства Потому что вице-президента, как и президента Избирал народ Соответственно убрать вице-президента мог тоже только народ Ну или при помощи отставки его самого Например, по истечении срока полномочий То есть Ельцин первый раз Очень показательно И грубо нарушил Конституцию Российской Федерации Ну а дальше что? 3 сентября Верховный Совет Выступает с предложением Проверить деятельность Бориса Николаевича На предмет соответствия Конституции Ну а 21 сентября Начинается переворот Ельцин издает печально знаменитый указ 14.00 О поэтапной конституционной реформе Российской Федерации Который предписывал парламенту И Верховному Съезду народных депутатов Прошу прощения И непосредственно парламенту Прекратить свою деятельность И назначил выборы в Государственную Думу Новые на 11-12 декабря Дело в том, что вот это было уже не просто попрайней Конституции Это была фактически ее отмена То есть правящий класс Буржуазии нам первый раз на практике показал Как нужно обращаться с законами И что нужно делать с законами Если в конкретный момент они тебе не очень нравятся Или какая-то их часть тебе не очень нравится А их меняют Даже если это Конституция Что Ельцин чувствовал за собой силу В это время все СМИ Из каждого утюга Вот буквально начиная с подготовки К тому самому референдуму знаменитому С этой Да-да-нет-дакой Вот все СМИ Газеты, радио, телевидение Все наши Слуги народа И голос народа Принялись завывать буквально Что это Что ж такое-то творится Это ж коммунисты Сейчас к власти опять придут Потому что в Верховном Совете Основная масса была Это были коммунисты Аграрии Члены партии Родина Отечество, прошу прощения И так далее И так далее То есть люди Совершенно Негативно Относящиеся к Ельцин И его клике Коммунисты у власти Кошмар И вот эта накрутка Населения Это первая Настоящая Массированная Спланированная Информационная Атака Ну конечно Не так как сейчас Сейчас смотрится Немножко детски Но тем не менее Это первый раз было И первый раз Это было очень круто Вот посмотрите Как на реверендуме Все проголосовали Хором Именно благодаря Действиям СМИ Ну конечно У Ельцина была Поддержка на международном уровне Конечно У Ельцина была Поддержка Новообразовавшихся Денежных мешков Поэтому он плевать Хотел На Верховный Совет И на Конституцию Это был его Бульдог Которого спустили С цепи И он Вцепился Сразу после указа 1400 Или 1400 Называть как угодно Ельцин Фактически Перестал быть Президентом Российской Федерации Но повторюсь И на это Он тоже наплевал Потому что У него в руках Находились Деньги Возможности И конкретные Рычаги Приведения Своей воли В исполнении Хотя конечно Все тогда Вот буквально Было на лезвии Бритвы Что-то могло Пойти не так Такое бывает В истории Вот в 91 Году Нам не хватило Ровно одного Для победы ГК ЧП И возможно Возврата Советского Союза На другое Более счастливое Русло Нам не хватило Молодого Корсиканца Который Сказал Фас Я За все Отвечаю Как это было В свое время Во Франции В начале 19 века Когда молодой Корсиканец Таки нашелся После чего Войска Вот такая сила С которой Не могут поспорить Ни буржуи Ни продажные Полиции Никто Такого Корсиканца У нас не оказалось Ну и такого же Корсиканца У нас к сожалению Не оказалось И в 93 году Хотя За кого бы выступал Этот корсиканец Вы поймите Самое главное Ельцин И его клика Это были выразители Самых законченных Мразей Выразителями воли Самых законченных Мразей Подонков Предателей И не боюсь Слово Опосредованных Убийц К сожалению Непосредственно В убийстве Я их обвинить не могу Потому что Это может сделать Только суд Но с другой стороны Между прочим Тоже были Сторонники Буржуазных реформ Тоже Были какие-то Капиталы Деньги Собственные Интересы Я вас уверяю Это самый Верховный Совет Он не выступал В интересах народа Он выступал В своих интересах Все было закончено Большому счету В 91-м году В 93-м году У нас ветви власти Впервые сцепили Друг другом Ну и Так вышло Что на стороне Законной власти Если уж мы сейчас Говорим Как китайские легисты О торжестве Именно Писанного Закона До последней Его буквы Вот на стороне Законной власти Оказалась Масса народу Невероятная масса Люди Поехали в Москву Вот От Южно-Сахалинска До Калининграда Это было Настоящее Паломничество С целью Защитить Верховный Совет А уже Нужно было Защищать Потому что Ельцин сказал Что Верховный Совет Распущен Верховный Совет Сказал Что Нет Мы продолжаем Работать Но Так как Рычаги влияния В основном Находились в руках Ельцина Он отключил По всем этом Огромном здании С тысячами людей Газ Свет Воду И канализацию Вот так Нужно поступать С законной Властью Если будут Плохо себя вести Отключим Газ Что и было сделано Все-таки Октябрь месяц Подступал Было совсем Не жарко И даже Медицинской Помощи В Верховном Совете Люди были Лишены Потому что Все это Гигантское здание Всю гигантскую Территорию Обнесли Спиралью Бруно Так называемой Егазой В просторечии И не пропускали Туда Скорой помощи Начали люди Болеть И натурально Умирать Там В блокаде Ну а 3 октября Как мы помним Разразился Тот самый Кризис Который Потом Назовут Черным Октябрем Потому что С одной стороны Ельцин Пошел на крайние Меры С другой стороны Рудской И Хазбулатов Видят Не просто Массовую Поддержку Народа Десятки И сотни Тысяч Человек Одновременно Поддерживали Законную Власть И все регионы Между прочим Отказались Признавать Ельцина Президентом То есть Страна-то Вроде за нас Вроде бы За нас Ну и тогда Как мы помним Рудской Чтобы прорвать Ту самую Информационную блокаду Призывает Захватить Останкинскую Телебашню Чтобы начать Собственное Обещание И вот Это была Ловушка Которую Рудской Боевой генерал Герой войны Правда Насчет его героизма Есть разные мнения Но я на войне Никогда не был Поэтому не могу Высказывать Свои суждения На эту тему Так вот Боевой генерал И хитрый Политик Это немного Разные Квалификации Как вы понимаете Это была Ловушка В которую Рудской И сам попался И людей Тут даже Запихнул Потому что Останкинскую Телебашню Уже Защищал Отряд Витязь И Продажные К тому времени Уже Некоторые Войска Которые Людей Да Которые На волне Эйфории Допустили Некие Незаконные Хулиганского Типа действия А именно Задом Грузовика Вышибли В здании АЗС-3 Стеклянные Двери Вот По ним Должен был Быть Открыт Огонь И вот Один из бойцов Офицеров Витязя Который Оборонял Тот самый Вход Кидает Светошумовую Гранату А один Из бойцов Этого Самого Офицера Приняв Светошумовую Гранату За взрыв Боевой Гранаты Или возможно За какой-то Очень мощный Выстрел Дергает Пальчиком И убивает Своего Служивца Friendly fire Как говорят Ну и все Взрыв Выстрел Убитый Витязь Принялся Стрелять А потом Туда же Приехали БТРы В количестве 24 штук Которые Принялись Полосовать Безоружную Толпу Из пулеметов Владимирова Калибром 14,5 Миллиметров И неплохо Так поддавая Из пулеметов Калашникова Всего лишь 7,62 Но тоже Вполне убедительно Десятки погибших Это прямо Вот в центре Столицы В центре Не просто Столицы А одного Из самых Больших Городов Мира Вот Того самого Города Где буквально Совсем Недавно Находился Нерв Управлявший Так или иначе Половиной Земного Шара Вот там Стрельба И там Льется Кровь Ну а утречком В 7 утра Ельцинские Подонки Уже Вынесли Ту самую Знаменитую Коробку Из-под Ксерокса Набитую Баксами Уже Были куплены 10 Танковых Экипажей Укомплектованных Полностью Офицерами Из Таманской Дивизии Прошу прощения Из Кантемировской Дивизии Короче говоря 10 тех самых Танков Которые Выехали К Белому Дому И Принялись Лупить Туда Из 125 Миллиметровых Пушек Помогали им Кстати Все те же Самые Два Десятка БТРов Которые Жару С пулеметов Поддавали В 8 утра Началась Эта бомбардировка Что характерно Я это отлично Помню Потому что Смотрел За всем По телевизору В режиме Буквально Онлайн Мне было 16 лет И я Мягко говоря До сих пор Не пришел в себя От того впечатления Которое Мои неокрепшие Детские мозги Получили тогда Что до танков Перед Верховным советом Оказались Телекамеры Основных Ведущих Информационных Мировых Агентств Начиная с СНН И вот Прекрасная Картинка Солнечное Утро На мост Выкатывают Танки И начинают Шарашить По Верховному Совету Сейчас Вот эти Вот самые Люди Говорят Что мы Стреляли Только Болванками Никто не Стрелял Боевыми Снарядами Мы Стреляли Только Болванками Скажите Пожалуйста Как так Получилось Что половина Дома советов В черной Дымовой Копоти После пожара Это у вас Болванка Такая Специальная С эффектом Зажигания И отлично Видел Что это было И не я Миллионы людей Видели Не я Один-то видел Как снаряды Рвались На стенах И в окнах Верховного Совета Как у нас Людмила Акицжакова И все Многие По крайней мере Прочие Владыки Умов Кричали Что Раздавите Гадину Если вы Не защитите Нас От защитников Конституции Случатся Ужасные Вещи Ведь это же Могут Коммунисты Вернуться Ну непокойно Александр Абдулов Из окошка Своей девятки Говорил так Под мостом Ой Мы только Зажили Мы только Зажили Пожалуйста Уберите От нас Этих Коммунистов Ну что же Вам Что же Вам стоит Вы же В конце Концов Армия Защитите Нас Ну они То конечно Только Зажили А вот Мы В то время Жить По факту Как минимум На 10 лет Закончили Потому что Естественно Против танков Приемчиков Пока Мало Разработано По крайней мере У безоружных Людей К вечеру К 16.00 В основном Сопротивление Было подавлено Верховный совет Взят и Начались массовые Расстрелы В том числе На Краснопресненском Стадионе Печально Знаменитом До сих пор Неизвестно Сколько людей Погибло В ходе этих Событий Официально Говорят О 148 Убитых Что тоже Кстати говоря Число Прямо Скажем Такое Которое Которое Заставляет Харкнуть Буквально В глаза Каждому Кто скажет Что Победа Ельцина Была достигнута В результате Хирургически Точной Операции Ценой Неимоверно Малых Шертв Вот Плевать В глаза Таким Людям Надо Которые Подробно Утверждают И Естественно Мы все Отлично Понимаем Что не 148 Человек Там погибло А гораздо Больше Потому что 148 Человек Это как Минимум Люди С московской Пропиской Люди Которых Искать Будут По итогам А ведь Там же Были люди Буквально Со всей России По максимальным Оценкам Я кстати Говоря Не склонен Их Разделять Больше 1500 Человек Погибло В это Время По Более Менее Реалистичным Между Тремя Сотнями И Пятью Сотнями Точно Мы не Узнаем До тех пор Пока не будут Рассекречены Документы А они Засекречены Потому что Государственный Переворот Осуществившийся Тогда Именно Он Стал Прологом Новой Российской Демократии Вы представляете Это был Настоящий Фашистский Переворот Неограниченная Прямая Террористическая Диктатура Наиболее Реакционных И шеведенитических Кругов Финансового Капитала Кстати В том числе Международного На заметку Неокрепшим Умам Которые Говорят Что не бывает Фашизма На экспорт А это что Не фашизм И может быть Не на экспорт Так вот Именно тогда Берет Начало Современная Демократия Потому что Современная Гарант Конституции Это фактически Наследник Президента Ельцина Который Захватил Власть Силой Расстреляв Собственный Парламент В центре Собственной Столицы Наглядно Показав Что такое Государство И что Такое Закон В буржуазном Государстве Ну так сказать Чтобы ни у кого Не возникало Никаких иллюзий Это кстати говоря Очень хорошая Иллюстрация И к работам Маркса И к работам Ленина И к работам Сталина Если что Пересмотрите Эти ролики на Ютубе Замечательные ролики Ну а последствия Мы все помним У нас до 2000-х годов Вымирало По 800 тысяч Человек в год Потом это дело Парировали Притоком мигрантов Но правда Не помогло Теперь снова вымираем Правда Пока еще не по 800 тысяч Человек в год Да Плюс теперь Крым наш Там все-таки 4 миллиона человек Одновременно Как-то к нам Пришло Продали 500 тонн Оружейного Урана Который Нарабатывала Советская Ядерная Промышленность Четверть Всего Оружейного Урана Который Был наработан Человечеством За всю историю Продали Продали флот Развалили Спецслужбы Поделили Наконец Всю экономику При помощи Знаменитых Залоговых Аукционов И Зажили Все это Конкретно Последствия Путча 93-го Года Как Непосредственные Причины Подчеркиваю Всего лишь Непосредственные Причины Были и другие И Все что Происходило В дальнейшем Это Стремительная Гаитизация Бывшего РСФСР Потому что Были-то мы Гордой Страной А превратились В Гаити Которая От Гаити Отличается Только Размерами Наличием Полезных Ископаемых Очень Холодной Погодой И Кое-каким Ядерным Оружием Вот Если вы Играли Компьютерную Игру Тропика Кажется Называется Где-то Такой Замечательный Человек На заставке В Кепке Пиночет Стайл На фоне Тропического Острова Вот поймите Мы сейчас Живем Не в Мировой Державе А мы Живем В холодном Гаити Тогда В 93 Году Мы Проиграли Не Народную Так называемую Власть Тогда уже Речи не было Ни о какой Народной Власти Мы тогда Проиграли Всего лишь Один из двух Путей Развития Капитализма Выбрали Мы Вот такой Путь Какой Пожинаем Теперь Это был В том числе И наш Выбор Наш Я имею ввиду Выбор Народа Мы Эту власть Пока было Можно Сковырнуть Не смогли Теперь Придется Действовать Долго Мучительно Через образование Самообразование Создание Низовой Инициативы Образование Совета На сегодня Все И помните Если вы Не интересуетесь Политикой Политика Рано или поздно Заинтересуется вами Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует